Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 25 июня, воскресенье. И Церковь предлагает нам сегодня для нашего рассмотрения, для нашего назидательного чтения, отрывок из Священного Писания, отрывок из книги «Апостол». И сегодня мы будем с вами разбирать и рассматривать предложенный Церковью отрывок. Это послание к римлянам апостола Павла, глава 5, стихи с 1 по 11. И вот как звучат эти стихи в русском синодальном переводе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами рассматривать послание апостола Павла к римлянам. И давайте начнем с вами с первого стиха. Дело в том, что в греческом тексте и во многих древнегреческих рукописях глагол «имеем», о котором говорится, который использует апостол Павел в первом стихе, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Этот глагол стоит не в изъявительном наклонении «имеем», а в повелительном наклонении «да имеем». То есть глагол «эхумен» стоит в повелительном наклонении «да имеем мир с Богом». То есть апостол Павел говорит здесь о том, что это не просто разовый акт получения мира с Богом, а это длительный процесс устроения мира с Богом в своей личной жизни повседневной, жизни внешней, во внешних ее проявлениях и жизни во внутреннем устремлении к Богу. Это длительный процесс, который Павел выражает как раз-таки повелительным наклонением «да имеем», «да будем иметь». То есть здесь протяженность времени. Мы должны стремиться иметь этот мир с Богом в своей душе и через Иисуса Христа примиряться с Богом. Таким образом, здесь говорится именно о процессе. Во втором стихе мы читаем, что через которого, то есть через Иисуса Христа, «Веруй, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Дело в том, что слово «доступ», греческое слово «просагаге», ну, в тексте стоит здесь «просагагин», имеет значение не просто «доступ». Мы через Христа имеем не просто «доступ», а этот термин можно истолковать следующим образом. Поэтому это слово греческое «просагагин», «просагаге», оно используется, чтобы описать представление людей некоторых царю. То есть когда царю представляют какую-то личность, каких-то общность какой-то людей, используют именно вот этот термин. И таким образом мы, получается, предстаем пред Царем Небесным. И только через Иисуса Христа мы имеем возможность прийти и воочию поклониться непосредственно под ножью ног престола Божия. То есть непосредственно мы входим в тронный зал и имеем возможность личного общения с Богом Отцом через Иисуса Христа. И таким образом мы введены вот в это пространство. Но, однако, несмотря на все это, в нашей жизни присутствуют скорби и трудности. И апостол Павел говорит об этом. Он говорит о том, что «Инесим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Слово «скорбь» здесь использует апостол Павел греческое слово «флипис», которое буквально означает некий гнет, некое давление, сверху некое испытание. И таким образом в нашей жизни мы часто подвергаемся гнету обстоятельств, гнету друзей, которые не верят во Христа и не доверяют, смеются над нашей верой. И многие другие искушения и давление этого мира, которое не признает христианских ценностей и всячески противостоит, и христиане, они находятся под этим гнетом. Но апостол Павел говорит, что от скорби происходит терпение. Терпение используется... Апостол Павел здесь использует термин «гипомоне». Это термин, можно истолковать следующим образом. Это греческое слово, которое имеет значение «стойкость духа», то есть победитель мира. Это человек, который терпение не просто как пассивное стояние перед невзгодами, а терпение — это процесс, когда мы открыто восстаем против невзгод. Мы не лежим, как обломов на печи, и не мечтаем, тем самым находимся в пассивном состоянии к этому гнету, к этому давлению, а мы полной грудью должны вставать. И это и есть это терпение, которое подразумевает апостол Павел. Мы должны смело смотреть в лицо вот этим гонением, этим давлением, этому гнету. И как раз-таки апостол Павел говорит, что как раз-таки такое терпение порождается вот этими скорбями, которые потерпевают христиане. И далее от терпения происходит опытность. Пассол Павел использует здесь слово «докиме». Это слово обозначает, можно следующим образом его истолковать, и оно носит следующий смысл. Это огонь, который очищает металл от окислительных примесей. В другом значении это слово обозначает, скажем так, ценность монеты, в том смысле ее высокопробность. Высокопробность монеты — это высокого качества. Таким образом, мы видим, что апостол Павел говорит о том, что мы претерпеваем скорби, которые порождают в нас терпение. Мы учимся восставать и противостоять тем событиям, которые происходят в нашей жизни. И таким образом в нас появляется опытность, то есть докиме, и мы становимся, возрастаемся. Через огонь скорбей, возрастая в терпении, противостоять этому давлению и гнету, мы приобретаем опытность. То есть через огонь очищения скорбей мы становимся более опытны в этом стоянии, в этом противостоянии, и мы возрастаем духовно. То есть это движение жизни в духе, движение жизни во Христе. И таким образом, получается, мы вырабатываем в себе стойкость. Но апостол Павел говорит, что вот эта опытность, от опытности происходит надежда. И как раз таки, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца нашей Духом Святым. Апостол Павел говорит о том здесь, что мы должны понимать, что все то, что мы, вся эта опытность, вся наша стойкость, она происходит не от наших сил, а от благодати Божией и любви Божией, которая на нас излилась. То есть оно имеет все вот эти вот качества, христианина, они имеют свое основание в Святом Духе. И святой Блаженный Августин говорит об этом, что через Дух Святой любовь, как дар Божий, укрепляет терпение. То есть мы возрастаем в любви. И дальше он говорит о том, что «но Бог свою любовь к нам» в 8 стихе доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Таким образом, Христос умирает не просто за праведника, а Христос умирает за грешника и тем самым показывает нам, что это не Бог с нами в конфликте, это мы в конфликте с Богом. И Бог показывает, как Он любит человека тем, что Он отдал Своего Сына Единородного за нас, за наши грехи. Павел показывает, апостол Павел показывает, что Бог есть любовь через как раз-таки смерть Иисуса Христа, Единородного Сына. Дорогие братья и сестры, давайте не будем забывать о том, что необходимо каждый день читать Священное Писание и научаться от тех божественных истин, которые заключены в нем. Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Священное Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова